привет друзья вот опять вам показываю это чудесное кафе я все-таки тут решила немножко остановиться посидеть видите я вам показывала его это не кафе вернее такой классный посмотрите очень даже мне нравится и у нас уже сегодня день закату и вы знаете хотела вам сейчас вот сидела слушала новости и у нас конечно никогда не было таких новостей как сейчас без конца только и говорят о россии по bbc скрипали новичок как они говорят петров башаров уже выучили но то есть эти все скрипали и все это солсбери все это все это все 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 только и разговоров вот у них раньше не было таких новостей это я смотрела все больше в нашем интернете в российском мне интересно я всегда смотрю а здесь теперь вот у них тоже новости появились но и мало того вы знаете сегодня еще я услышала кавана да кавану или кавана судья вот этот на которого сейчас там его судят до внешнем деле в домогательстве которая сейчас тоже очень модная история подавать на мужчин в сексуальных домогательствах как и на трампа по моему там было бог знает сколько раз подано сексуальных домогательствах теперь вот на этого судью кавана короче вы меня поняли вот все про эти сексуальные домогательства какая-то мадам под присягой рассказала но вы в курсе что ей было 15 ему было 17 и он они выпили он ее куда-то затащил что-то короче я даже не вникала история темная мутная потому что она под присягой говорит что она права а он под присягой говорит что ничего подобного ничего такого и не знает и не было поэтому пойди разберись называется но опять же большая политика замешана а я то с чего почему начала вам эту историю говорит потому что я вдруг знаете что вспомнила вернее я стала думать размышлять и поняла что в англии то что-то вы знаете нет такого по крайней мере я не слышала может быть раньше когда-то давно это было сексуальное домогательство а сейчас вообще я не вижу и не знаю и англичане английские мужчины что-то по моему себе такого и не позволят чтобы домогаться тем более сейчас и насколько я даже знаю сколько мне рассказывали мужчины и женщины здесь английские что даже вот бывает там вечером и на чашечку кофе и сама англичанка попроси запросилась к нему на чашечку кофе и если она пришла и что бы ни случилось как бы она себя не вела если она не захочет никогда английский мужчина ее пальцем не тронет вот в этом плане конечно вот насколько я знаю тут они даже не боятся абсолютно и у них вот так странно что в америке по другому ну вот все таки уже как бы новая страна новые законы у них хотя они выходцы отсюда из англии но все друзья по другому я даже знаю такое вот помните фильм брат когда бодров там стал приставать к этой это не помню то ли брат то ли брат 2 в какой именно серии наверное брат 2 в сутки когда он приехал в америку и там по моему сбил он или она его сбила да какая-то негритяночка довольно симпатичная богатенькая и она его привела к себе и значит он стал к ней приставать так это нагло она такая ну да ладно да ладно и все у них получилось то есть получается что не всегда приставание плохо кончается хотя кто его знает может быть если бы потом бодров выдвинулся на пост президента то вспомнили бы тоже все когда кому и в какое время он приставал я не знаю я говорю опять свое только мнение вот то что по поводу английских женщин могу сказать что они гораздо активнее английских мужчин даже порой вот я смотрю они такие что могут так развязано себя вести где-то допустим в барах или где-то на танцах мужчины себе не позволяю того что себе может женщина позволить и бывает напиваются тоже крепко английские женщины но это не леди конечно это я говорю о таких самых обычных но тем не менее вот это все случается имеет место быть вот и может быть даже уже английские женщины сами домогаются мужчин потому что у них здесь закон на их стороне и они пользуются этим и в общем как-то они по-моему сейчас даже стали и если она одинокая то она прям такая оглавенствующая в выборе партнера немножко наверное не так как у нас вот ну такое карате карате ничко я я вам рассказала о домогательствах посягательствах как это в англии как это как это в штатах а все в общем по другому ну вот и все друзья на этом я с вами прощаюсь пока